Артур Алехин Не говорите мне о себе Привет. В который раз пытаюсь с кем-нибудь подружиться. Знаете, как оказывается, тяжело без друзей. В широком смысле этого слова. Кстати, заранее очень вас прошу, ничего мне не рассказывайте о себе. Пожалуйста. Давайте просто с вами подружимся и все. Без общения действительно непросто. Я прочувствовал это в полной мере. Когда вы живете в социуме, у вас всегда есть с кем общаться. Соседи, знакомые, коллеги по работе. Вы этого даже и не цените. Просто и обыденность. Кажется, а разве бывает по-другому? А вот когда все вокруг начинают вас игнорировать... А я, между прочим, понял, что настоящий друг, самый честный и искренний, это, как ни странно, случайный прохожий, с которым вас ничто не связывает. Кажется, даже есть поговорка «Лучший собеседник — собеседник в купе поезда». Да, это правда. Вы можете быть открыты, и он тоже. Потому что через считанное количество часов ваши пути разойдутся, и вероятность новой встречи между вами равна нулю. Зато за этот небольшой короткий промежуток времени, что вы общаетесь, между вами складываются настоящие, чистые, дружеские отношения. Совсем недавно я не был так одинок, как сейчас. До сих пор не понимаю, что случилось. Ни врачи объяснить не смогли, ни даже спецслужбы. Первый раз это случилось в больнице, в которой я работал. Частная клиника. Мне и моим коллегам платили очень хорошие зарплаты, поэтому мы, что называется, ходили по струнке и выполняли свои обязанности среднего медицинского персонала от и до, дабы не попасть на штраф или, не дай бог, на увольнение. Но все мы люди. Стало быть, иногда хочется похулиганить. Однажды мои двое напарников решили попить пиво в ночную смену. Врачей нет, народу мало, все пациенты в отделении не тяжелые, да и время было около двенадцати ночи. Я отказался, так как на работе ни-ни. А они сели в кабинете и начали отдыхать. Как назло, одному из пациентов не спалось, и он, вероятно, заподозрил, что медперсонал позволил себе выпить на рабочем месте. А так как клиника платная и дорогая, наутро он с криками, возмущением и руганью пошел жаловаться заведующей отделением, вроде «Что это за богадельня у вас? Я плачу огромные деньги, чтобы в случае чего меня пьяный персонал откачивал?» Конечно, он утрировал, никто пьяным не был, да и состояние у него было абсолютно стабильное и не опасное. Тем не менее заведующая, конечно же, отреагировала на жалобу, но попросила его предоставить доказательств, которых у него, в свою очередь, конечно же, не было. Только лишь слова. Но мало ли, кто и что сказал. «Фу, чёте не попали!» – высказался один из моих напарников и радостно смахнул себе под солба. Он действительно очень перепугался. Заведующая же попросила написать у нас объяснительное, формально, почему пациент вдруг заподозрил то, что озвучил. Мои коллеги написали, ничего не знаем, были на рабочем месте, ничего плохого не совершали. А я не знал, как надо. Я вообще никогда объяснительных не писал. Спросил заведующую, что писать-то. «Но просто видел ли ты, чтобы твои коллеги пили алкоголь или нет? Ну и пил ли ты сам, вот и всё», – легко ответила она, занимаясь своими делами. Я и написал, нет, не пили, и я не пил. А буквально через 15 минут ко мне подходят друзья, коллеги и говорят. «Ну и гаджеты!» Затем, толкнув меня плечом, пошли дальше. «Вы чего?» – только лишь успел я крикнуть им след, но они не обернулись. Недоумевая, я автоматически направился к кабинету с заведующей отделением и, формально постучавшись, зашел внутрь. «Молодец! Я тебе премию выпишу. Нам такие сотрудники, как они, не нужны», – начала она, словно ждала моего прихода. «Они уволены!» «Какие такие?» «Пьющие, нарушающие инструкции». «Так они…» Я буквально выдавливал из себя слова, не понимая, что происходит. Краем глаза увидел на столе свою объяснительную. Подойдя чуть ближе, прочел. «Мои коллеги вчера действительно пили алкоголь в медицинском кабинете. Я не пил». «Я этого не писал», – виновата произнес я. «В смысле?» – заведующая пристально посмотрела на меня. «А кто это писал? Я?» «Нет». «Значит, ты. Твой почерк ведь». «Да не кори ты себя, ты все правильно сделал. Ну зачем тебе на работе такие партнеры, которые в нужный момент могут подвести?» «На тебе лучше мою рекомендацию». Она протянула мне лист с печатью, подписью и каким-то текстом. «Отнеси в бухгалтерию. В конце месяца тебе будет дополнительное начисление». Я ушел, не понимая, что произошло. Я действительно писал, они не пили алкоголь. Несколько недель я пытался объяснить своему воленым товарищам по работе, что вышло недоразумение. Вероятно, я был не в себе от усталости, может быть, спал наяву или еще что-то случилось. Но я точно не писал правду нарочно и тем более не хотел, чтобы их уволили. Они не хотели меня слушать. Считали предателем. Подумали, что я просто карьерист или позарился на премию, которая обещается каждому, кто расскажет начальству о нарушении дисциплины, опоздании коллег и так далее. Однако в какой-то момент они смягчились по отношению ко мне. То ли время лечит, то ли поверили и стали относиться к произошедшему с иронией. Мы снова сдружились и начали общаться, как и прежде. Вы не представляете, как мне стало тогда хорошо. Мне действительно было невыносимо тяжело осознавать, что из-за меня их уволили с хорошей высокооплачиваемой работы. Слава Богу, что мне удалось убедить их в своей честности. Через некоторое время один из них попросил меня об одолжении. «Слушай, у меня девушка очень ревнивая. Мы с ней давно встречаемся. А я, как ты понимаешь, люблю разнообразие, чтобы и для души, и для тела было. Ну, так вот, я ей сказал, что сегодня у тебя ночевать буду. Оставил твой номер. Вы же виделись несколько раз, она тебя знает. Понимает, что ты тихоня в этом смысле. Если позвонит, скажи, типа, я напился и сплю уже хорошо. Короче, подтверди, что я у тебя». Конечно же, я согласился. Думаю, многие мужчины так делали в тот или иной временной отрезок своей молодости. И вот и наступил вечер. Я сидел у себя в квартире, смотрел кино. Раздался звонок. Девушка моего приятеля, как он и предрекал. «Привет. А он у тебя?» «Да», — ответил я, как и договаривались. Он спит в соседней комнате. «А можешь его разбудить?» «Слушай, он, если честно, напился. Я его еле спать уложил. Он тут очень активно себя вел. Пусть уж проспится, а то сейчас разбужу, он снова начнет». «Ну, ладно, окей, пока». Я довольно улыбнулся. Можно сказать, что искупил свою вину за прошлое, хотя тот случай мы уже не вспоминали. Через пару минут раздался звук мессенджера, его девушка написала. «Он точно у тебя?» «Да, точно. Спит пьяный в соседней комнате», — ответил я. А через десять минут мне позвонил приятель и проговорил очень коротко и агрессивно. «Ну и сука же ты все-таки! Не звони мне больше и не пиши, урод!» Волна адреналина пронеслась у меня по всему телу. «Что случилось?» — нервно подумал я и, словно понимая, чего ожидать, открыл мессенджер. Мой ответ девушке друга. «Он точно у тебя?» «Нет, он с другой девушкой, а меня он подговорил, чтобы я тебе врал». «Как такое может быть? Что происходит? Вы себе не представляете, какое у меня было чувство. Я что, психически нездоров?» Тысячи вопросов вертелись у меня в голове, и ни на один из них я не мог найти ответа. На следующий день я отменил все свои запланированные дела и направился к психиатру. «Мне важно было понять, убедиться, что я здоров, что живу в реальности, а не в каком-то своем параллельном мире. Наконец, что я могу контролировать себя и не обнаружив себя однажды стоящим в крови над чем-то трупом с ножом в руке». Врач успокоил меня. Поговорив со мной, проведя несколько технических исследований, он совершенно уверенно утвердил. «Вы здоровы, у вас нет ни шизофрении, ни галлюцинации, ничего того, что могло бы причинить вред. Скорее всего, у вас просто некое расстройство, которое не позволяет вам врать, если вы не говорите словами, а опишите». «Вам когда-нибудь встречалось подобное?» «Нет», — ответил он. «Но всегда что-то встречается в первый раз. Давайте проведем эксперимент». Он протянул мне бумагу и ручку. «Я буду задавать вам вопрос, а вы специально отвечаете неправильно. Да и нет». «Вы женщина?» «Да», — медленно стал писать я. Но на бумаге четко получилось. «Нет». «Вы мужчина?» «Нет», — максимально четко постарался написать я, впившись в ручку, что есть силы. «Да», — появился мой ответ на листе. «Ах, знаете что?» — заключил врач, сильно призадумавшись. «Это не похоже на расстройство. Это... непонятно что. Полагаю, вам лучше общаться с людьми голосом, а не через буквы». Мне стало по-настоящему сложно. В 2022 году, когда речевое общение сильно снижено, а в ходу коммуникация через мессенджеры и социальные сети, в общем, я стал избегать переписок с кем бы то ни было. Я подумал, что если увижу сообщение, то просто не буду на него отвечать. Но игнорировать связь полностью не представлялось возможным. Мне писали не только друзья, подруги, знакомые, приятели, но также и важную информацию по работе. А потому я волей-неволей читал все, что мне приходило. И знаете, что я понял? Я не мог игнорировать вопрос. Я невольно давал на него правдивый ответ. В какой-то момент мне стали звонить все те, кто был у меня в контактах. Они гневались, обижались, посылали меня к черту, грозились отомстить. Потому что волей-неволей я разоблачал людей, уличал их во лжи, просто-напросто говорил правду. В какой-то момент мне это надоело. В конце концов, почему виноват я, а не они? Я создал группу в мессенджере, добавил туда все свои контакты и написал свою претензию. Во-первых, я объяснил, что почему-то не могу врать, а потому не надо меня спрашивать, если они не хотят услышать правду. А во-вторых, я задал вопрос, почему вообще виноват я, если это они друг другу все время врут и говорят неправду? И почему я вообще знаю о них все, кто с кем спит, кто где ночует, кто какой кредит взял, кто кому что сказал и так далее? Может быть, просто им всем следует держать язык за зубами? В конце концов, это их секреты, и я не прошу мне их рассказывать. На непродолжительное время моя ярость возымела успех. Так мне показалось. Потому что обвинения прекратились, все мои контакты снова стали относиться ко мне без раздражения и агрессии. А потом вдруг все стали со мной по-настоящему дружить. Словно между мной и каждым из них вспыхнула искра настоящей дружбы. Однако уже через пару дней я понял, они просто хотят знать правду об остальных, а потому каждый делает вид, будто он меня понимает и ни в чем не винит. Такое положение дел просуществовало недолго. Каждый дружил со мной до тех пор, пока я не закладывал или не разоблачал конкретно его. Уже скоро я вновь стал получать угрозы, яростные сообщения, обвинения и так далее. В какой-то момент ко мне даже пришли представители спецслужб. Психиатр дал наводку на странный случай. Крутили меня, вертели, изучали, проводили тесты, а потом сказали. Это, конечно, интересно, но объяснений этому явлению нет, и как применить вашу особенность мы тоже не знаем. Так что идите себе с миром и постарайтесь ни с кем не переписываться. Лучше общайтесь голосом. Так будет лучше для вашей же безопасности. Так что хожу я теперь никому не нужный. Ищу себе друзей. Со старыми товарищами, понятное дело, общаться уже невозможно, а новых найти не так-то легко. Уже на третий день все начинают о себе рассказывать. Все как обычно. С кем спят, кого презирают, кого не любят и так далее. Я сотни раз предупреждал, «Не говорите мне ничего о себе. Давайте просто общаться». Нет, не работает. И снова я задаю вопрос. Разве я виноват в том, что все друг другу врут, завидуют, желают зла? В целом относятся негативно, а в глаза льстят. Разве я в этом виноват? Я просто-напросто почему-то разучился врать, вот и все. Поэтому, пожалуйста, не говорите мне о себе ничего. Давайте просто дружить.